Стрессовые ситуации бывают в жизни каждого человека. Современная обстановка в мире, перенасыщенность информации, галлопирующий ритм способствуют этому. Каждый из нас стремится во всем успевать, а еще успевать общаться с родными, друзьями, посещать слоны красоты, магазины и все это успевать за день. В этом видео я хочу вам рассказать про стресс и про способы борьбы с ним. Что такое стресс? Стресс – это нормальная реакция здорового организма на угрозу или переутомление. Таким путем он пытается сопротивляться высоким нагрузкам, страху, излишней физической и психологической активности. В результате такой защиты прежде всего страдает нервная система. Если защита от перегрузок работает в нормальном режиме, это не страшно. Так человек длительное время остается бодрым, работоспособным и подтянутым. Однако зачастую подобные нагрузки являются запредельными. Это пагубно влияет на здоровье, вызывает хронические заболевания. Стресс – это аномальное состояние организма. Когда человек длительное время подвержен ему, организм усиленно тратит энергию. Какие причины стресса? Причин стресса много. У каждого человека индивидуальный организм – психика. Один и тот же фактор на одного из нас может вовсе не повлиять. А вот у другого – вызвать бурную реакцию. Наиболее распространенные факторы – развитие стресса. Конфликтные ситуации на работе или дома. Недовольство, нехватка денег, длительное отсутствие полноценного отпуска, рутинная жизнь с отсутствием перемен, смерть родственника, близкого человека, недостаток витамин, плохое питание, проблемы в личной жизни, страхи, одиночество, резкая смена окружающей обстановки. И другие причины, которые способны зацепить человека. Симптомы стресса. Каждый человек по-своему реагирует на стресс. Общие во всех реакциях – это отрицательное влияние на психику и на физическое состояние. Человек становится агрессивным, у него ухудшается настроение. Бывает, что стресс вызывает и другие реакции. Это молчаливость, отстраненность, пассивность и замкнутость. Все зависит от типа темперамента. Характерные признаки стресса. Невозможность сосредоточиться на каком-то одном виде деятельности. Беспричинные приступы раздражительности, злобы, недовольства окружающими. Вялость и слабость, депрессивное состояние, бессонница, кошмарные сновидения. Невозможность полностью расслабиться и отдохнуть. Панические приступы, постоянное ощущение страха, желание плакать, тоска, недоверие к себе и к окружающим людям. Отсутствие аппетита или наоборот стремления по многу есть. Внезапное появление ярких и сильных эмоций. Например, смех, который быстро сменяется слезами и наоборот. Повышенная потливость, возбудимость, зуд кожи и боли головы. Головокружение, учащенное дыхание, онемение конечностей, нервные ткани, желание кусать ногти или губы, интерес к алкоголю или наркотикам. Хроническая усталость, которая не пропадает даже после ночного отдыха. В любой стрессовой ситуации очень важно не терять самообладание и контроль. Справиться с нахлынувшими эмоциями можно при помощи таких действий. Первое. Присесть и расслабиться. Важно спросить себя, насколько важна проблема в данный момент и как ее решение или отсутствие решения повлияют на ближайшее время, несколько месяцев, год или пять лет. Это поможет осознать важность тревожного состояния. Второе. Записать на бумагу отдельные слова или фразы, которые приходят в голову в стрессовом состоянии. Это будет таким себе отвлекающим маневром. Эти фразы можно прочесть на следующий день и понять, насколько стрессовые события являются значимыми. Третье. Провести горизонтально указательным пальцем по губам. Данный прием хорошо и быстро успокаивает. Четвертое. Напрячь все мышцы, сжать кулаки и стиснуть зубы на 10 секунд. Это поможет почувствовать, как переключается организм и как проходит расслабление. Пятое. Попробовать любые классические расслабляющие методы. Это может быть прогулка, теплая ванна, чай с трав, плитка шоколада, хобби, общение с друзьями. Быть может, именно это поможет расслабиться. Шестое. Попытаться отрицательное перевести в положительное. Самое главное – это не дать стрессу взять гору. Седьмое. Прервать, одолевший стресс, отрицательную мысль. Для этого можно просто хлопнуть в ладони. Восьмое. Нельзя отключать телефон и игнорировать внимание близких людей, друзей. Следует всячески избегать даже мысли спрятаться от других. Живое общение – это лучшее лекарство против стресса. Напротив, замыкаться в себе не стоит. Это только усугубит ситуацию. Рекомендуемые приемы борьбы со стрессом несложные. Если обращаться к ним на протяжении нескольких дней после сложной ситуации, они точно помогут. Даже один прием из предложенных поможет справиться со сложной ситуацией. Научившись контролировать стресс, можно уменьшить риски развития депрессии, бронхиальные астмы, заболеваний сердца и сосудов, гастрита и ожирения. Для этого нужно совсем немного. Даже небольшие изменения способа жизни улучшат состояние и уменьшат отрицательное воздействие стресса. В качестве метода экспресс-диагностики я могу порекомендовать вам шкалу Ридера для самооценки уровня стресса. Пройти его вы можете по ссылке в описании. Обязательно попробуйте способы, о которых я рассказал в этом видео. И напишите потом в комментариях, помогли ли они вам. Я благодарю вас за просмотр. Я надеюсь, вы не забыли поставить лайк и подписаться. Я желаю вам счастья, удачи, мира и добра. Всем пока!